Что значит быть наставником на пороге третьего десятилетия 21 века? Конечно, наставническая деятельность требует особых усилий, опыта, энергии и ответственности. Очень важно найти подход к своему подопечному, быть с ним на одной волне, уметь слышать и понимать друг друга. Причем не важно, о ком идет речь, о ребенке или о взрослом человеке. Елизавета Подгорных работает в художественной школе второй год. И в каждой непонятной ситуации молодой специалист обращается за помощью и советом к своим наставникам. В работе мне, в начале моего пути помогали наставники. В прошлом году это была подобная Юлия Сергеевна, в этом у Стюгова Мария Николаевна. Без наставника невозможно обойтись, потому что ты только молодой специалист. И ты вроде бы знаешь этот предмет, эти вещи, ты это все изучал, но именно как преподносить это детям, ты вот не знаешь. И это как раз таки наставники помогают. Звание наставник звучит очень достойно и в то же время ко многому обязывает. Но это не значит, что наставник это человек, который только передает опыт. Несомненно, он и сам при этом совершенствует свое мастерство и тоже учится. Когда приходят новые молодые специалисты, я вспоминаю тоже из себя, как мне помогали наставники. У меня получается наставник был Волкова Ирина Филипповна. Зная, как мне хорошо помогали, я стараюсь также помогать и уже пройдя опыт свой личный молодым специалистам. На своем именно опыте я стараюсь показать и направить человека. Для того, чтобы направить молодого педагога в нужное русло, нужно понять, в чем возникло затруднение. Такие вопросы решаются легко и просто в беседах и консультациях. То есть поставить натюрморт и написать программу, объяснить, как эффективно раскрыть тему урока – это все работа наставников. У нас комфортные отношения, мы друг друга тоже направляем, достаточно дружный коллектив, поэтому сложностей никаких не возникает. Кроме этого, в художественной школе разработан план взаимопосещений, а это значит, как наставник, так и молодой специалист могут посещать занятия друг друга. Наши наставники – это такой большой для нас толчок, поэтому им огромное спасибо, что они нам помогают, что они нас не бросают в трудные минуты. От наставника зависит многое. Его поддержка и простое доброе слово порой ценнее изумрудов и золота. Благодаря их работе передаются педагогические традиции, знания и опыт. Ирина Беляева, Василий Обухов, Риоленинск.